Здравствуйте, Мария Владимировна, Хошей Мохаммад, телеканал Курдистан 24. Как известно, 23 декабря в Париже один террорист напал на курдский культурный центр. Там у трех курдских активистов. Вот мой вопрос. Какова позиция у России по отношению к курдам в Париже? Вечером, как Вы правильно сказали, 25 декабря в результате стрельбы возле курдского культурного центра в Париже были убиты трое лиц курдского происхождения. Еще трое получили ранения. По информации прокуратуры Парижа против нападавшего, который находится в предварительном заключении, возбуждено уголовное дело. По статьям указали покушение на убийство на почве ненависти по расовым, этническим и национальным или религиозным признакам и незаконное владение оружием. Французские официальные власти заявляют, что на данном этапе не имеют оснований квалифицировать это преступление как террористический акт. По сообщениям французских СМИ, нападавший, ранее уже совершавший противоправные действия в отношении мигрантов, объяснил свой поступок тем, что является расистом и питает патологическую ненависть к иностранцам. Есть основания подозревать у него определенные психологические расстройства, которые еще должны подтвердить экспертизы и эксперты, которые уже назначены. По предварительным данным следствия, целью совершенного нападения было не непосредственно лица курдского происхождения, а иностранцы в принципе. Что касается событий в Париже в январе 2013 года, тогда были убиты трое членов рабочей партии Курдистана, в данном случае, как представляется, вряд ли стоит проводить какие-то параллели. Но, во-первых, ответы на этот вопрос должно дать следствие, ну и, соответственно, суд. И, во-вторых, действительно хотел бы обратить внимание на общий рост ксенофобии и враждебного отношения к неэтническим французам, к мигрантам во Франции. В последнее время в стране заметно активизировались ультраправые силы и неонацистские группировки. И в этой связи французское правительство должно было бы озаботиться о растущей радикализации общества и более внимательно отнестись к росту ксенофобских и российских настроений. Вы, наверное, кстати говоря, можете отметить и антироссийскую направленность заявлений, которые мы слышим из Франции. Увы, к сожалению, тоже целого ряда деятелей, которые просто впрямую призывают и к антироссийским шагам и так далее, и так далее. Это же тоже проявление вот этой самой ксенофобии и ненависти. Иногда они прячут это за словами типа «культура отмена», но на самом деле механизм-то у этого один и тот же – нетерпимость к тем, кто не такой, как ты. Ксенофобия Ксенофобия